Сдали положительный тест, сидели дома, там 2 недели прошло, там температура 38 была, Гарай заболел, и поэтому ситуация, да, непонятная. Всем привет, в эфире очередной выпуск «Не один дома». Сегодня у нас очень крутой гость, человек, который выбрал Кубок УИФА, Суперкубок УИФА, много раз чемпионат России, чемпионат Германии и, самое главное, Лига чемпионов в составе Минканской Баварии. Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», и сегодня он будет рассказывать о том, что он делает со своей буйной энергией, позволяющей ему играть в любые виды спорта и самым странным тренером в своей карьере, который ничего только не вытворял. Анатолий, привет! Ты просто удивительно свеж, и на стенку, я смотрю, еще не лезешь. Знаешь, везде комфортно, где ты находишься в своей обстановке. С утра проснулся, сделал зарядку, сыграл с любимой в нарды, обязательно, это утренняя и вечерняя партия. Сыграл в нарды, потом, ну, побыл дома чуть-чуть, там, какими-то делами позанимался. Есть, слава богу, возможность сейчас что-то в быту здесь сделать. А вечером онлайн-тренировка с Давид Луисом, он занимается с тренером, с бразильцем, да. И мы с ним как-то общались, и я случайно попал, ну, переписывались, я случайно попал на его эфир, и мне понравилась тренировка. Уже месяц мы проводим тренировок. Я просто участвую в этом, у них в прямом эфире. Очень такие классные тренировки, там, у них в Бразилии проводят, я этого парня знаю. Лукас его зовут, у них находится студия в Грюнварде, и они со многими футболистами из Баварии сотрудничают. Тренировка проходит полчаса, они, там, каждый вечер, там, в 7 вечера, там, иногда он меняет, там, 8-8.30. Вчера не было, пропустил, мы с ним это обсудили, я говорю, Давид, ты чё пропустил тренировку? У меня уже куча поклонников тренировок, я, потому что я со всеми делюсь информацией, уже многие друзья мои занимаются по этой программе. Но он сказал, что всё нормально, не переживай, просто надо было в клинику съездить, но, типа, со мной всё хорошо. И сегодня опять мы продолжаем заниматься дальше. И всё, и вечером потом уже, как я тебе сказал, партия в Нарде, там, одну-две серии сериала кого-то построил, и уходишь спокойно. Дети сейчас на онлайн-обучении в школе. Утром ещё тренировка у нас полностью проходит, командный тренировка. В зуме проводится, у всех футболистов получается, пять раз в неделю, суббота, воскресенье, выходной. Есть и кардионагрузки, и велосипеды у всех есть, и колобеговые дорожки. Есть много всяких интересных упражнений, и выносливость, и всё. Уже приспособились тому, что в домашних условиях уже можно создать то, что тебе требуется. Слушай, а раз ты Давида Луиса упомянул, ты же играл и в центре опорного, и защитника центрального. Он застрял всю жизнь на позиции центрального защитника. Его многие критиковали, сказали, что с мячом король, но всякие случаи с ним бывали. С 1-1-7 тоже, и так далее. Ты-то как его оцениваешь? Очень сильный футболист, на самом деле. Очень крепкий, очень хороший стержень у него. Но прежде всего мы не то что познакомились, а сдружились на почве того, что он очень общительный. И очень так дружелюбно всегда настроен. Он никогда там, знаешь, не проигнорирует что-то, всегда старается ответить там. Всегда так где-то кому-то уделить время. Мы в Эмиратах были вместе на отдыхе, так получилось. То есть мы до этого, ну, один раз я его видел, мы пообщались там, когда он приезжал к нам на лечение, на базу. У него была задняя поверхность бедра, он тогда был в ПСЖ, и они проиграли тогда Барсе. Поговорили с ним тогда, но мы только обсудили, знаешь, когда пересекались часто на футбольном поле, обсудили некоторые моменты футбольные, и все. А сейчас мы встретились в Эмиратах, получается, вместе, в одной гостинице мы были. И он каждый раз, когда приезжает, он проводит какие-то поединки со своими друзьями. Он меня, конечно, видел, обрадовался, сказал, ким, давай мы там играем, приходи. Ну, мы с ним пошли, сыграли в одной команде, там еще папа у него был, нападающего играл. И два или три игрока еще было с чемпионшипа, два с чемпионшипа, один с премьер-лиги. Ну, как бы, получил удовольствие, и мы в то время не более плотно общаемся, переписываемся там, что-то там обсуждаем, ну, как бы находимся в контакте. Не то, чтобы сказать каждодневно, как там друзья, близкие, но если что-то, там обратиться, поговорить, что-то обсудить. И сейчас, тем более, есть одни и те же тренировки, и обсуждаем это тоже в том числе. Во-вторых, у него левая нога хорошая, и там во время даже матча мы там шутили друг на друга, там еще что-то там по поводу прыжка, там не допрыгнул, там не точно отдал. Ну, как всегда, там друг друга подначивали. Но в целом я считаю его довольно качественным и сильным игроком. То, что ты правильно сказал, да, иногда, но это свойственно таким футболистам, которые, ну, имеют достаточно хороший технический арсенал. Себе позволять какие-то, можно сказать, не то, чтобы вольности, а переигрывать в ситуации. Если там в целом брать мировой футбол, то, наверное, Ван Дейка может ставить пример. И то он играет очень аккуратно, в принципе, старается не вступать в единоборство, которое дает преимущество игроку быстрому. А, конечно, в ближнем бою, когда уже возле штрафной находится, он очень хорошо борется. Поэтому Давид Луевский много лет является одним из топовых, наверное, защитников мирового футбола. Сейчас все старые матчи пересматривают. Но ты уже успел пересмотреть хоть что-нибудь? Зенит Рейнджерс хотя бы. Нет, я смотрел, знаешь, Интер-Бавария, смотрел 2011 год. Сегодня смотрел, Батэ играл, в субботу не смотрел матча, они 2-0 выиграли на выезде. Приходится в чемпионат Белоруссии обращать внимание. Нет, безусловно. Да, безысходности, скажем так. Ну, хорошо, давай про Белоруссию. Ты правильно сказал, что безысходность безысходности, но я где-то прочитал, что ты даже что-то там для себя почерпнул, поскольку ты конспектируешь. Да, слушай, было в начале чемпионата, пару стандартных положений посмотрел, как располагается, как врывается, как бегает. Милевский как раз гол забил, сортухнова передача была. Это все сейчас интересно, потому что стараюсь, пока есть возможность, и есть прямая трансляция, и там проводится чемпионат Белоруссии, как-то вживую что-то посмотреть, что-то проанализировать. Тем более сейчас футболисты в Белоруссии не считаются легионерами в чемпионате России, поэтому это тоже интересно. Смотрю, присматриваюсь, нормальный чемпионат, конечно, играет без зрителей, картинка не супер, но есть на что посмотреть и обратить внимание. Да, понятно, что смысла нет сами с какими-то топовыми ведущими чемпионатами. Ну, так все ровные, зато команды, разгромов почти нет. Нет, ну да, там в этом плане довольно плотно сейчас. В прошлом году, я думаю, что мы привыкли видеть Батте все время лидером чемпионата. В прошлом году Динамо Брест стал чемпионом, с чем их поздравляем. Получается, долго, не знаю, вообще они в истории, были чемпионами или нет. Давно когда-то, полсто лет назад, что ли, там, я не знаю. Ну вот, поэтому знаю президента клуба, поэтому лично поздравляю их с таким успехом. Но чемпионат начали они не очень уверенно, не очень хорошо. Да, в кубке там неплохо играют, а вот в чемпионате есть проблемы определенные. Поэтому слежу за топовыми командами Белоруссии, скажем так, интересно понаблюдать и посмотреть. Потому что Батте практически уровень Лиги чемпионов, я имею в виду, очень часто они выступали и в групповом этапе, и в Еврокубках играют. Поэтому, конечно, с командами мы на сборе играли. Как специально готовили Ислыч, Динамомин. Да, на последнем сборе. Поэтому интересно посмотреть, насколько команды видоизменились в нашей игре, что нового, какая организация. Понятно, что, знаешь, если хочется найти информацию, ты ее будешь находить и черпать из того материала, который у тебя есть. Ну, в Бресте у тебя, кроме президента, есть, как минимум, еще знакомый. Да, да, да. Как у него клава, как ты его оцениваешь сейчас? Вообще, там, одним движением все решает иногда. Да, я хотел сказать, что играет, конечно, на опыте. Наверное, не хочу говорить такое слово «доигрывает», но есть моменты и эпизоды, как ты сказал, что именно касанием или своими действиями он решает многие моменты. Вот ты сказал, что ты подсмотрел некоторые, как угловые разыгрывают, да? Сейчас вот перейдем к одной теме, довольно любопытной, потому что в Испании, в Германии сейчас обсуждают условия возвращения к, назовем так ее в кавычках, нормальной жизни. Они обсуждают, что сейчас надо будет, чуть ли не маски носить, там, их здравоохранители все говорят, на поле, там уже полузащитник Айнтрахта Корс сказал, что, а как это вообще возможно? Если ты попробуй побегай в маске хотя бы 10 минут. Другие говорят, вот этот испанский доктор, глава ассоциации врачей испанских клубов говорит, что в контактный футбол нельзя играть. И доходит до того, что там при угловых нельзя трогать руками. А аналитики, представители статистических компаний, которые привели футбол к тому, что сейчас вообще угловые это уже не так эффективно, что на них акцент делать не надо, они, в общем-то, в этот момент могут возрадоваться и сказать, ну и хорошо, и не надо никого трогать. Зачем ты смотришь угловые, если аналитики советуют на них не делать акцент? Ну, слушай, аналитики пусть советуют, что хотят. Есть данные. На данный момент, допустим, клубы, которые хорошо исполняют стандартные положения, и есть хорошие футболисты, подающие группы, выбивающиеся в штрафную. 30% мячей забиваются со всех голов, которых команда забивает за год. Это очень хороший, высокий показатель. Мы видели чемпионат мира, скажем так, когда появился ВАН. Буквально практически в каждом туре там забивались и основные, и решающие мячи все-таки забивались со стандартных положений. Знаешь, говорить о том, что это не важно, я думаю, это волный бред. Мы всю жизнь равняемся на кого? На топовые команды, правильно? Ливерпуль даже взял тренера по ауту. Не для того, чтобы забивать, а чтобы элементарно сохранять мяч, допустим, на чужой половине поля, выходить со своей половины поля. И мы видим, в прошлом чемпионате у нас были забытые мячи как раз именно с аутом. Хорошая подача, когда угловой, тоже очень много опасностей. Поэтому это момент, который можно воспользоваться неготовностью соперника к той или иной комбинации. Можно говорить о том, что угловые там не важны, если у тебя нету каких-то комбинаций, нету каких-то задумок, нету подающего еще. А когда есть определенные комбинации, ты вскрываешь определенную зону, доставляешь туда мяч. Поэтому сопернику уже очень сложно. И ты это можешь сделать, и футбол, допустим, игра, она очень динамичная. А так как стандартное положение, у тебя есть время расположения, не спешить, понимаешь, в каких-то моментах застать соперника врасплох. Для меня это очень-очень важный момент игры. А вот вы готовитесь, у вас тренировки в зуме, у вас индивидуальные графики. А готовят ли как-то сейчас, в частности, «Зенит» уже как-то психологически к какому-то хотя бы возвращению? Вам кто-то дает предварительные периоды выхода на форму? Это же не шутка после такого простоя вернуться. Ну, слушай, мы, конечно, не шутка, я с тобой полностью согласен, что нужно время, чтобы это все восстановить. И это как бы впервые происходит вот так именно, понимаешь, что был сильный сбор, достаточно длинный, готовились, подводили команду, пришли к какому-то состоянию уже, и сейчас, получается, надо все сначала начинать. Я думаю, что понятно, что зависим от федерации, от РФС, какое будет принято решение. В ближайшее время, я думаю, будет у них ясность какая-то, но всякие сроки слышим, там, середина июня, конец июня. Я думаю, что нужно дождаться именно официального решения, понимаешь, потому что можно, мы видим команды, там, допустим, Ростов тренируется по своей системе, кто-то там, Урал по своей, каждый по своей системе работает, но мы работаем, можно сказать, так, слепуль. Но вас замучают еще тестами медицинскими. Вот и к этому еще надо... Ну, слушай, я думаю, что спортсмены к этому привыкли. Слушай, привыкли, он Дибала четвертый раз сдает, и четвертый раз у него там положительный. Ну, так и я видел, это Дибала там сдавал несколько раз, и Гарай заболел, и поэтому ситуация, да, непонятная, именно с тестированием этим, потому что, конечно, каждый интересуется, хочет знать побольше информации, там, у кого-то, может, какие-то там знакомые заболели, еще что-то там. Я, товарищ мой, рассказывал, что сдали у него, друзья, положительный тест, сидели дома, там, две недели прошло, там температура 38 была, потом температура упала, и пришли, сдали тест, и уже ничего нет. Это в Италии, понимаешь, тоже непонятная ситуация, и надо понимать, понимаешь, из-за того, что вирус новый, никем не исследованный, поэтому информацию тяжело получить, и каждый источник дает свою информацию, которая якобы достоверная, понимаешь. А конкретно, конкретно, ну, я скажу так, информации, которая точная была бы, я, ну, не вижу на данный момент. Понятно, карантин по возможности нужно соблюдать. Но опять, ты выезжаешь там к зубному поехать, за продуктом никому сходить, все равно в любом случае какой-то контакт минимальный, он есть и существует. Поэтому, ну, никто от этого не застрахован, конечно, надо внимательно за всем следить, там, инфицировать руки, мыть, но это всегда было. Ну, это я всегда делал, ты, наверное, всегда... Ну, я же говорю, это всегда было. В принципе, те же меры, которые были всегда при любом гриппе, при любом заболевании. У меня привет к тебе есть, вот. Давай. Да. Такой вот, вот такой у меня сидит дома человек, точнее, медведь. Несколько вопросов про твое прекрасное футбольное прошлое. С кем ты поддерживаешь сейчас контакт из Баварии? С Рибери переписываемся, там, ну, больше в Инстаграме. Знаешь, что-то он выставит это. Сейчас недавно Миро написал клозы. Так. Была фотография на сайте «Зенита» в Инстаграме с этой игры против Баварии. Скоро будет же 1 мая. Мы играли, получается. Выставили фотографию, как я с Миро борюсь в подкате. Я ему послал и пошутил. Говорю, Миро, ну, куда ты здесь не пройдешь? Здесь невозможно пройти против этого подката, нет приема. Зато он прыгал на 3 метра. Да, да. И мы пошутили с ним, поговорили. Я слышал, что он сейчас должен быть помощником главного тренера. В основной команде обсудили, как он себя чувствует, как дети там поживают. Иногда Нойеру бывает напишу, Алабе напишу. Ну, ребятам, с которыми я больше общался. Хамит Алтентоп был на связи, общались, когда был этот Кубок Легенд. Рибери, я вспомнил в первую очередь. Я буквально полминуты займу. Просто была фантастическая история, когда нас с коллегой из Спортэкспресса Игорем Арбинером пригласила Бавария в пресс-тур. Взяла самолет с командой, которая, там был Анатолий как раз, которая полетела на выездной матч своим фан-клубом на другой конец Германии. Но они, ребята, очень веселые, потому что, когда садились обратно в самолет, Гомес спрятался за сидениями. Марио Гомес, когда-то его за 30 миллионов покупали. Он спрятался за сидениями и сделал вид, что он пропал. Рибери это подхватил, поднял панику, что пропал Гомес. Пришел человек, который отправлял самолет. Он был бледен, потому что он думал, что его уволят. Что пропал футболист Баварии. В общем, не знаю, минут 15 полиция уже просто пришла, его искала. Потом он вылез за сидения и сказал, я здесь. И Рибери, показав на меня пальцем, у меня была прическа тогда похожая, как у Толи, закричал, у нас нет ни одного Гомеса, зато у нас два Тимащука. Что он еще проворачивал, расскажи. Франк очень активный и очень шутливый. Был у нас эпизод, мы сидели в столовой, получается, там один такой общий стол. И что-то друг за друга зацепили, слово за слово. Он меня какую-то салфетку кинул, я в него в оборотку, знаешь. И тут получилась уже у нас такая перепалка за столом небольшая. Ну и все, я уже на взводе, ну как, на хорошем. Я хватаю, и он начинает с этой столовой убегать. Я за ним, а там, получается, на втором этаже, весь этаж мы пробегаем, ступеньки по ступенькам, по раздевалкам. Мы там бежали, ну, не знаю, метров 100-150 друг за другом там. Но я догнал все-таки, у него попал там, и все, уже пошли отдыхать. И он всегда шутит, там была раньше ситуация с Каном, они обливали там друг друга крышей водой. Плюс недавно я вспомнил день рождения, не день рождения какого-то было, или кто-то там над Франком пошутил, что-то сказал. И он ушел в туалет, он взял дрель, пришел с этой дрелью, сделал, видишь, он начинает там сверлить, это, там. Медди, ты топи, Медди? Ну, реально, он всегда такой, то там носки свяжет, то гетри, то шнурки на кроссовках, всегда шутит он. У тебя был такой лирический герой Луи Ван Галл, ты сейчас, по прошествии лет, ты его отпустил чуть-чуть внутри себя? Да, уже давно отпустил. Но ты сказал, что никогда не будешь делать как он, уже будучи тренером. Нет, я все равно считаю, что много вещей было несправедливо. Ну, знаешь, я думаю, что так прежде всего считает каждый футболист, которому, наверное, относятся, по его мнению, не так, как правильно или так, как надо. Ну, просто, если кому-то рассказать, что происходило, на самом деле вещи абсурдные. Ну, у него было такое мнение. Я, кстати, его как тренера оцениваю достаточно высоко. Просто есть другие моменты, о которых не только я высказываюсь, а многие футболисты, которые с ним работали, что все-таки коммуникация у него с игроками, она, скажем так, не на высоком уровне. Ну, так он устроен, такой его, наверное, подход или, не знаю, видение футбольное, поэтому, не знаю, надо у него спрашивать. Ну, попробуем. Знаешь, вот та история, как он там штаны перед игроками снимал, она уже облетела уже весь мир, много раз это уже не настолько даже бьет по сердцу. А вот когда я прочитал, что ты где-то рассказывал, что он где-то челюсть вынимал. Достал, но это у нас вызывало, понятно, когда тренер там, знаешь, получается, он завез, что-то рассказывает, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И мы там, ну, понятно, для нас это смешно. Да уж. Но выглядело это все так, знаешь. Ну, всякие такие моменты были, ну, слушай, ты видел, как он, где в Англии, когда уже работал в Манчестере, помнишь, упал возле поля, там начал изображать. А был один еще интересный у нас эпизод. Рабен, по-моему, его гол забил и побежал к нему радоваться. Он испугался, начал тягать, и у него мышцу, заднюю мышцу поверхность бедра порвало. Начал хромать, ну, мы там смеялись, конечно. Ты говорил всегда, что ты ставишь очень высоко Лотара Матеуса в своей карьере, как какой-то пример. Он действительно... Как игрока, да, безусловно. Да, ты повторил его позиции, по сути дела. Он всегда был на телевидении очень жесткий критик. Он же наверняка комментировал матчи Баварии с твоим участием и так далее. Вы с ним пересекались в жизни, о чем-то разговаривали? Да, конечно, конечно. У нас, во-первых, когда я только приехал, сразу было... Мы сделали спортбилд, по-моему, сделал такое большое интервью. Потом одно из фотосессий сделали меня с Матеусом, два капитана. Они такой, знаешь, мотив сделали, и красиво. Я свою капитанскую повязку эту, которую у меня есть Лотара принес, ему дали его повязку, мы так сфоткались. Ему классная фотосессия была сейчас. У него недавно, кстати, месяца два назад, наверное, было дирижение, с чем я его поздравил. Мы так, знаешь, стараемся не пропускать такие знаковые события для людей. Ну, на телевидении он много работает. Да, на самом деле, именно в Германии все-таки отношение к нему не очень, так сказать, хорошее. Но кого он только не палил, да? У многих, да, у многих. Я думаю, это, прежде всего, с этим связано. Но, послушай, и я же как раз, мы с тобой сказали, что я равняюсь на него, как на игрока. Мы знаем много примеров, где футболисты признаются в какой-то алкогольной зависимости, еще что-то. Но при этом они гениальны, исполняют на футбольном поле свою работу, делают максимально эффективно. И благодаря этому намного закрываются глаза, скажем. Ты говоришь, что не поздравляю с днем рождения. Я поздравлял позавчера, нет, когда там, 23-го, Бышевца с днем рождения. Да. И он сказал, что звонил Ахметов, даже ему поздравлял. А ты с Ахметовым поддерживаешь связь? Как он вообще? Про него что-то как? Ну, у меня тоже не так давно у меня было днем рождения. Тоже звонил, поздравлял меня с днем рождения. Мы пообщались, обсудили дела, которые, ну, шахтеры обсудили. Понятно, флагман украинского футбола. Много лет уже на ведущих ролях. И в Европе достаточно высоко всегда ценят команду. Сейчас в Лиге Европы они остались, выступают. Очень сильная команда всегда. Для меня, понятно, для меня это были мои самые важные первые шаги в таком большом профессиональном футболе. Я там провел 9 лет. Все эти 9 лет президент клуба был с командой. Сейчас есть. И я знаю, насколько сильно, насколько он всегда, скажем так, от души искренне поддерживает команду, что это вызывает восхищение, удивление, уважение, знаешь. Поэтому, конечно, ну, по возможности мы иногда общаемся. Но это чаще получается на дни рождения. У него день рождения в сентябре, у меня день рождения в марте. Вот так мы общаемся. А как Мерчелу сейчас попоживает? С ним общаешься? Переписывались, общались. Недавно там друзья мои с ним общались. То есть сказали, что все хорошо, он звонил там. Мне показалось, что просто он немножко чуть-чуть обиженный ушел, уехал из Петербурга. Нет такого, никогда не говорил. Ну, наверное, можно об этом говорить. Есть какие-то задачи, какие-то цели ты ставил. В какой-то момент просто не то, что не удалось достичь, или там, может, не дали по каким-то причинам. Конечно, какая-то небольшая обида может быть. Но есть и много моментов, скажем так, тем более в спорте, которые не от нас зависятся. От всяких факторов разных. Поэтому я не знаю точно, как это происходило, что там случилось, и как мистер отреагировал в Ическу. Поэтому лучше у него спросить. Но я скажу, что мы играли в Турции, и он проезжал в команде, пообщался с ребятами. Я не могу сказать, что существует именно какая-то обида на нас, на коллективе, еще на кого-то. Поэтому тут лучше у него спрашивать. Он всегда, если есть у него возможность, он всегда приедет, пообщается. Всегда обсудим футбол в любом случае. Понимаешь? Мы с ним тоже обсудили как раз в тот момент, там, в сборной Турции работал. Мы тоже обсудили. Поэтому это, наоборот, радует, когда человек, скажем так, игравший, ну не игравший, работавший в командах, так много лет, много выигравший, у него есть еще желание, есть еще рвение поработать, достигать каких-то целей, строить команды. Ну, это классно. Сейчас очень много разговоров, вот этих вот гаданий на кофейной гуще по поводу, когда возобновится сезон. Мы, в принципе, ту же тему затронули. Но вот сейчас вот утекло чуть-чуть, в том числе от Пряткина, от Сергея, что вроде как есть инициатива «Зенит» все-таки сделать в этом году, объявить чемпионом. Ты около месяца назад говорил о том, чтобы этот сезон бы ты очень хотел доиграть, чтобы как раз в том числе для того, чтобы избежать потом разговоров, что кому-то чего-то дали, у кого-то чего-то отобрали. Но время-то идет. Я и сейчас поддерживаюсь этого мнения, что следует, конечно, доиграть чемпионат. Ну, можно сделать... Слушай, у нас привыкли все к кубковой системе. Я имею в виду, что две игры в неделю. Там в воскресенье, в среду можно сделать. Поэтому осталось восемь матчей, и их можно спокойно сыграть, получается, за месяц времени. Понятно, что там кубок, там еще что-то, это будет все как бы сдвинуто, но я думаю, выход можно найти еще на данный момент. Но мы не понимаем, насколько будет длиться этот карантин, понимаешь? Поэтому сейчас об этом говорить очень сложно. А в любом случае, как бы ни случилось, как бы ни произошло, любые какие-либо разговоры, кому они нужны, они все время будут. Не так доиграли, не тот календарь, не та подготовка, но все равно найдут, что говорить. Поэтому в любом случае, в целом, для проведения какого-то целостности турнира, хочется доиграть. Есть у тебя что-то сейчас, чего тебе все-таки не хватает? Ну, конечно, скажем, общение внутри команды и того адреналина, который присутствует во время матча. Подготовки непосредственно к матчу, сам матч, вот это самое главное, наверное, чего не хватает сейчас в городе, скажем так, побывать, подышать, походить, погулять, провести время, с друзьями пересечься, чего сейчас вообще нет. Это такой последний вопрос универсальный для всех случаев жизни, нынешней жизни. Что ты в первую очередь сделаешь, когда все это закончится? Выйти погулять, просто спокойно пройтись по набережной, увидеть людей, подышать спокойно воздухом. А то это все в любом случае даже есть какой-то, понимаешь, когда ты выходишь куда-то, что-то надо по делам, потому что, опять же, вернулись к тому, что без этого никак. Все равно есть какие-то ограничения, какие-то опасения. Психологически такой небольшой барьер существует. А уже хочется выдохнуть, хочется спокойно себя чувствовать. И чтобы ничего не... Ну, больше переживаешь не за себя, а за своих родных, близких, за родителей, которые находятся в большой зоне риска. Поэтому, в любом случае, хочется, чтобы это все закончилось. И закончилось, насколько это возможно, благополучно. Я желаю тебе как можно скорее выйти на улицу. Абсолютно санкционированно. Спасибо большое за время, которое, к сожалению, у нас сейчас слишком много, видимо, у всех. Знаешь, привыкли говорить, что всегда не хватает, чего не хватает, времени не хватает. Время самое основное, самое важное, самое дорогое. Сейчас, слава богу, хорошо мы находимся дома, и я уверен, что у всех есть достаточно времени, чтобы уделить его тому, чему раньше не хватало времени. В общем, выходите скорее тренироваться, доказывайте де юре де факто чемпионство «Зенита», и привет Давиду Луису тогда. Обязательно передам. Сегодня напишу ему, что ты передавал ему привет. Это был выпуск «Не один дома» с Анатолием Тимощуком. Смотрите его. Обязательно оставляйте пожелания и свои мнения в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки и заказывайте новых гостей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...